Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Проекты стартовали относительно недавно, но уже есть первые результаты. Расскажите, пожалуйста, о школе юных экскурсоводов, кто в ней обучается и чему учат ребят? Ну, во-первых, Рязанская областная школа, она действительно создана совсем недавно, хотя проект наш развивается уже, ну, практически чуть меньше года, с сентября прошлого года. Он включает в себя большой фестиваль «Времен, связующая нить», фестиваль реализованных школьных экскурсий. Вот. И, собственно, начался он с осмотра конкурса музейных специалистов, тех, кто занимается искусствоведением с ребятами. Вот. Продолжился, недавно завершился в марте, лагерем, лагерем-семинаром с ребятами, юными экскурсоводами. Вот. А вот дальше сейчас начинает самое интересное и наше ноу-хау, я считаю. Это вот, собственно говоря, фестивальный этап конкурса, в котором вот юные экскурсоводы по нашему заданию, они выступают в шести номинациях, вот, они создали свои интересные экскурсии и будут водить школьные группы, учащихся Рязанской области, да и не только Рязанской области. Вот. Если говорить о количестве этих экскурсоводов, то вот в лагере у нас было 120 человек. А реально на местах их больше. Почему? Потому что у нас была квота 5 человек от одного объединения творческого. То есть 140 где-то музеев, школьных музеев, вот лучшие представители участвуют в нашем проекте. Каждая из них готовит самостоятельный проект или это коллективные заявки? Вы знаете, по-разному. Есть, когда школа готовит несколько проектов, то есть несколько экскурсий, которые когда-то, допустим, были готовы, они их обновляют, да. Но вот наши достаточно жёсткие требования, чтобы экскурсии были топовые, они были интересные. Не просто вот, как сказать, просто отчитать какую-то экскурсию по школьному музею. Этого достаточно было много всегда, и тут огромная работа, наверное, большого количества организаций, организаторов, которые вот всё это дело вели. Наша задача – вывести их вот на улицы наших городов, на улицы нашей Рязанской области, города Рязани, в преддверии таких больших проектов. И здесь вам как раз помогает уже волонтёрский отряд, я так понимаю. Какой связь с чего работает? Это одно и то же, это один проект, то есть волонтёрский отряд – это подразделение Рязанской областной школы экскурсоводов. Это, как нам представляется, это новое любопытное направление, которое стало возможным благодаря последовательной реализации губернатором Рязанской области Николаем Любимовым идеи въездного регионального туризма. И вот мы как-то поняли для себя и вместе с педагогами, и с ребятами, что система реализации въездного туризма в Рязанской области будет неполна без вот такого подлеска юного и с энтузиазмом относящегося к работе. Какой возраст у ребят, которые к вам приходят? Ну, наиболее интересный для работы возраст – это 6-7 класс стартовый, потому что более старшие ребята заняты уже проблемами и задачами выпуска, поступления, движения по жизни. И вот этот маркер с 6-7 класса, возраст с 6-7 класса является для нас стартовым. Стартовым. Наиболее интересный. Мы готовы в этом отношении с ребятами работать до их созревания, развития в более серьезную, профессиональную и общественную активность. Это только рязанские школьники или из области тоже к вам ребята приезжают? Нет, школа, она областная. Вот это тоже, наверное, ну, я не скажу, что нау-хау, но, во всяком случае, областной школы не было. То есть городские вот эти направления, они были, существовали, надо отдать должное коллегам, это действительно есть. А вот областной школы, да, то есть Касимов, Спаск, Скопин, это вот, я называю сейчас опорные точки, где у нас будут создаваться наши филиалы в авантюрских отрядах. Если говорить о структуре Рязанской областной школы экскурсоводов, то она представляет собой 4 направления работы. Первое направление – это очная. Это, по сути дела, как раз заключает в себе город Рязань. То есть резиданские школы, те школьники, которые могут лично приехать и отзаниматься, да, на семинарах, на различных занятиях. Это очно-заочно, это как раз область, в которой ссылаются задания, которые они выполняют, потом приезжают, защищают это задание уже. Как проекты, да? Да, как проекты, да. Третье направление – это координационное направление. Это тоже, ну, относительно новое, то есть элементы этого координационного направления есть в различных структурах, но это будет внутри школы. То, которые вот ребята сделали экскурсию, да, а кому её показывать? Соответственно, необходимо координировать, да, то есть приглашать, координировать, направлять потоки. В этом плане очень интересная работа у нас складывается с Туристко-информационным центром Рязанской области. Вот. Они для нас открывают очень интересные перспективы двух столичных наших городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Почему? Потому что доступность Рязани для Москвы очень простая. Да, два с половиной часа, и ты уже в Рязани, да. Вечером тоже два с половиной часа, и ты уже дома. Для Санкт-Петербурга – это ночь. Ночь, и ты в Рязани гуляешь в Рязани целый день, а потом ночью, опять же, съезжаешь в Санкт-Петербург. И в этом плане они проделали огромную работу, и, собственно, вот эти намётки есть. То есть не хватает как раз экскурсоводов, которые бы встречали. Вот. А это поколение, я надеюсь, оно вот растёт. И Юра говорил по поводу того, что шестой, седьмой класс – это момент вовлечения. А самореализация – это, конечно, чуть старше. Там, восьмой, девятый, десятый класс. Одиннадцатый класс, конечно, ребята, наверное, будут выходить из этой обоймы, да. Но мы надеемся здесь, на Рязанский государственный университет, который с удовольствием примет уже ориентированных профориенциально ребят, и они уже пойдут учиться не просто, да, а как получать какую-то профессию, знание, а осознанно. Вы говорили, что в рамках третьего этапа, который сейчас с апреля уже стартовал, ребятам нужно провести самостоятельные экскурсии. Какие темы они выбрали, куда поведут ребят, и самое главное, кого поведут, можно ли стать участниками таких экскурсий? Конечно. Мы ориентируем ребят на такое интересное повествование истории, глубинное, да. Не просто поверхность, посмотреть налево, посмотреть направо, там, прочее, прочее. А именно, чтобы это было интересно. Вот интересно по-коширински. У нас, наверное, многие рязанцы помнят Евгения Коширина. Если кто-то когда-то слышал его рассказы, они были удивительные, удивительные, насыщенные такими очень интересными впечатлениями его жизненными, его встречами со стряками рязанскими различными. Мы тоже стараемся сделать, чтобы эти экскурсии были увлекательными, интересными. Чтобы ребята один раз послушали эту экскурсию, еще раз приходили, может быть, не на эту, на другую экскурсию, потому что знаешь, что это всегда будет интересно. Какие улицы ребята выбирают, может быть, какие места? Что бы вывелись популярностью у современных молодых экскурсоводов в будущем? Отряд «Гардемарины», да, вот они входят в состав своей экскурсоводчи такой бригады. У них вот, они вообще представляют Рязань как морскую столицу, которая как-то малоизвестна. Да, да, то есть вот как именно это направление не утверждает, что Рязань – это морская столица. Когда слушают их экскурсии, собственно, по неволе, да, удивляешься, но действительно так. То есть от момента этого, кончая, там вот огромным таким, большим таким пластом, входит парк «Морской славы», по которой экскурсия. Вот, у них есть обзорная экскурсия по Рязани с колокольни, например, они ее проводят. И так далее, и тому подобное. То есть очень интересно. Улица Почтовая, да, центр города, то есть вот все это входит. Как помогали развивать проекты, наверняка были эксперты, вот с кем знакомили, какие мастер-классы, может быть, давали, какие нюансы? Ну, прежде всего, наша благодарность усилиям совместным, Министерству образования и молодежной политики, Министерству культуры и туризма, благодаря их взаимодействию, эта программа, этот лагерь стали возможны. Это прежде всего главный момент. Во-вторых, конечно, имеет поблагодарить руководителя учреждения нашего, который дал возможность реализации авторского проекта, в данном случае, Владимира Александровича Денисова, да, программу и развития областной школы и лагеря он составлял. И в этом отношении я был его ассистентом. Очень интересно сложилось, сложился умный лагерь, мы говорили уже об этом, где методом погружения. И у нас были, да, у нас были известные историки, у нас были известные в нашей области актёры. Мастер-классы предполагали гомилетику, искусство красноречия, самопрезентацию, искусство подачи материалов, компоненту обязательно эмоциональную, потому что современная экскурсия – это вовлечение в переживание, в личное переживание своего родного места, своего родного города или района. Также очень интересно, ребята участвовали в тренингах, которые ставили их в неординарные ситуации, побуждая находить ответы. Шел обмен информацией между педагогами, между ребятами. То есть, вот этот момент социализации тоже присутствовал очень мощно. Программа творческая, иными словами, составленная автором, вместе с нами Владимиром Александровичем Денисовым, была насыщенной, интересной, ребята заезжали со слезами на глазах. Главный вопрос был, когда следующий лагерь? Да, экскурсии были замечательные, где наши экскурсоводы молодые, и их надо поблагодарить особо, это замечательные наши экскурсоводы. Они давали мастер-классы просто на живом материале. Были экскурсии выездные в Рязани у наших ребят. Экскурсии они должны будут проводить до ноября месяца, правильно? Да, в ноябре мы подводим итоги, но дело в том, что мы почему создали и начали работать по программе Рязанского областного экскурсовода, потому что мы понимаем, что ребят нельзя бросить, мы их прокачали, что называется, то есть мы им помогли посмотреть, как с разных сторон на свою экскурсию. А вот теперь, изменив свою экскурсию, мы понимаем, что им нужна поддержка, нужна поддержка настоящих профессионалов. Это ведущие экскурсоводы Рязанской области, ведущие историки, это Дмитрий Филиппов, это Ирина Гасанкусова, это вообще специалисты музея Рямс, наш Рязанский Кремль, это актеры, вот называли, мы говорим, что актеры рязанских театров, которые дадут им возможность работать достаточно широко. Дмитрий Николаевич Торхов, заслуженный артист. Театр на Соборной, то есть он заслуженный артист России и замечательно, в общем, провел ряд мастер-классов на ура. У нас был замечательный клуб Старой Рязани, у нас был Валентин Горбачев, это лики истории, человек удивительный, и то, что он сейчас делает для Рязани, для Московской области, в том числе, это удивительно. Вы его наверняка видели, дорогие друзья, когда проходили по набережной Кремля, если вы увидите стрельца, это он, он ведет какую-то экскурсию для кого-то. Это совершенно новый взгляд вообще на историю, вернее, не на историю, а иная подача истории, вовлечение, вот рассказ от первого лица. А вообще то, что мы видим как ретроспективу, перспективу, наверное, нашего проекта, это когда мы увидим, что в Рязани ходит много экскурсий, которые ведут дети для детей, прежде всего, дети для детей. И у нас задается задача в том числе, это уже о перспективах таких интересных. Это экскурсия для наших иностранных студентов, которые обучаются в Рязани на их родном языке. Это возможно, это необходимо сделать. У нас много городов по-противам, но кто будет их встречать? Ну, конечно, вот те ребята, которые уже будут и владеть и языком, и искусством экскурсовода, тоже будут встречать, помогать, узнавать Рязань с разных необычных, интересных сторон. Рязань стремительно меняется, Рязанская область стремительно меняется в этом плане. Это, конечно, благодаря заслуги губернатора, вообще наших ведомств, всех, которые, наверное, любят наш родной край. Мы стараемся нести свою лепту именно вот в этот проект, то есть вот своим проектом в это дело. Настоящее, интересное. Ребята будут заниматься сейчас по программе, участвовать в двух больших проектах. Это форум древних городов и Рязань, столица Нового года, да, то есть вот новогодняя столица, вернее, России, Рязань. То есть они обязательно будут участвовать, то есть мы уже, этот вопрос решенный практически. Отлично. Если говорить сейчас о ближайшей перспективе, где будут проходить экскурсии, для кого? То есть это в рамках своей школы или они будут в соседней школе? И можно ли прийти со стороны, что самое главное? Ну, вот когда заработает координационный центр, мы будем широко приглашать наше первое, как бы, вот такое широкое, да, то есть они сейчас работают в рамках конкурса. У них задача очень простая – провести чем больше экскурсий и чем качественнее, да, и отчитаться по этим экскурсиям. Но система баллов сделана таким образом, что для школьников своей школы это будет, допустим, два балла, а для школьников соседней школы или там для родителей это будет уже 10 баллов. Понимаете, в чем разница? Или провести пять экскурсий для своих, да, то есть как бы, или, допустим, одну, но такую качественную экскурсию для… Потому что реально это тяжелее, это тяжелее. Понимаете, почему? Потому что, ну, одно дело для первоклассников своей школы провести там какую-то экскурсию небольшую, а другое дело уже для ребят старших классов там из другой школы. Это уже совершенно разные вещи. Это уже как раз проверка на прочность и качество. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу. Надеюсь, что проект будет активно развиваться и радовать нас. Придем с удовольствием на экскурсии. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были представители школы юных экскурсоводов и волонтерского отряда юный экскурсовод. До встречи в эфире.